Ровно 20 лет назад российские десантники совершили марш-бросок из Боснии на Приштину, заняв аэропорт Слатина накануне перегрузки туда натовских войск. Операция стала полной неожиданностью для Альянса и позволила Москве тогда добиться размещения своих миротворцев на севере Косово. Сегодня в крае отмечали две даты. Пока власти непризнанной республики чествовали Билла Клинтона и Мадлен Олбрайт, жители сербских анклау вспоминали, как встречали российскую колонну. Репортаж Дарьи Григоровой. Город Углевик, Босния и Герцеговина. Здесь, на этой дороге, у электростанции выстраивается колонна российской техники. Бронетранспортеры и грузовики начинают движение в 5 утра. До Приштины больше 600 километров. Такого никто не ожидал. 15 бронетранспортеров и 35 грузовиков Урал молниеносно движутся на юг. Из Углевика через Белград и Ниж, дальше до Приштины, через горы. Когда достигают Косовского края, люди буквально не дают технике проехать. Измученные бомбёжками НАТО и албанскими террористами УЧК, сербы, российских десантников встречают с цветами и подарками. Приветствуют наших военных и югославская армия. Её подразделения движутся в обратном направлении. Они выходили, мы стояли, они видели, что стоит российский генерал. Я в форме был. И вот они все вот так вот поднимали с рук братки, братушки, вот это слово. Переброска британских частей для сухопутной операции должна была начаться от 12 июня. Российские военные опережают НАТОвцев на 4 часа. Над аэропортом поднимают российский триколор и флаг ВДВ. Когда британская бронеколонна всё-таки подходит, американский генерал, командующий силами НАТО Уэсли Кларк, приказывает занять аэропорт. Британский генерал Джексон отвечает, что не хочет начинать Третью мировую. Я был первый сербский солдат, который встретил российских десантников. Новица Костич, техник-связист, 20 лет назад нёс службу в аэропорту. Это было как освобождение для нас, когда мы увидели русских. Слатина имеет огромное значение. Рядом на горе находятся радары, с помощью которых можно контролировать небо над всеми Балканами. За несколько дней до марш-броска к аэропорту отправляют группу спецназа ГРУ во главе с майором Юнусбеком Евкуровым. Наш батареон находился совместно с миротворцем, в том числе Соединённых Штатов Америки, блока НАТО. И они не просто откуда-то вышли с пункта временной дислокации, где они отдельно располагались. Американцы отслеживали повседневный режим работы и распорядок наших частей, изучая, как наши военные живут. Ну, вот под носом у них они сумели оттуда выйти. Аэродром Слатина теперь международный аэропорт Приштина. Но по-прежнему он принимает не только гражданские самолёты. Это всё ещё единственный аэродром в Косове, который подходит для переброски в край крупных группировок сухопутных сил. И особенно сегодня, когда в аэропорту встречают гостей. Билл Клинтон, Мадлен Олбретт и Уэсли Кларк. Официальная Приштина широко отмечает 20-летие ввода войск международной безопасности. Преступник приезжает на место преступления. Конечно, у них нет никакого стыда, потому что ни один так и не ответил за те преступления, которые совершены над сербским народом. Российские миротворцы находились в Косове до 2003 года. Но даже после того, как последний эшелон покинул край, решение конфликтов на Балканах, без учёта мнения России, уже невозможно. Дарья Григорова и Антон Чигаев. Вести. Из Приштины.